Здравствуйте, мои дорогие! Решила я снять влог. Не знаю, что из этого получится. Возможно, будет он очень коротенький. В общем, пока у меня есть время, я решила поехать купить подарки. Что-то я уже разучилась даже влоги снимать. В общем, я в совершенно раздолбанном каком-то состоянии. Я почему-то очень устала. Ну, в общем, у меня началась сессия. Все благополучно, учимся потихоньку. Так, сейчас я музыку выключу, чтобы YouTube не заблокировал. Вот. Решила я поехать сегодня в воскресенье. Решила я поехать покупать, купить несколько подарков. Потому что боюсь, что времени не будет больше. Ну, может и будет, но пока есть настроение и, грубо говоря, деньги пока есть. Надо сделать это дело. Взять волю в кулак, объездить полгорода, купить кучу всяких штучек разных. Вот. Не знаю, показать вам потом или нет, что я купила. Потому что... А вдруг кто из знакомых, кому я собираюсь дарить, посмотрит? Как-то... Не знаю. Ну, может быть, вкратце покажу. Надеюсь, никто не будет смотреть. Вот. Ну, по крайней мере, давайте тогда не буду говорить, что кому дарю. Возможно, вот так вот покажу тогда. Так. Часть подарков я купила уже. В основном это женщинам. Всякие такие косметические штучки. Вот. Всякие овечки. Год там овцы, козла, чего-то такого. В общем, там стоит куча разных миленьких овечек. Я купила тоже в часть подарков этих овечек. Вот. Чего я вам еще рассказать. Вы просто так очень просили влоги. Я думаю, что ну как так? Я вас совсем чего-то закинула с этой учебой. И вообще какие-то куча проблем по жизни. Не хватает времени. Извините, что я не смотрю в камеру, потому что я еду. Ну, в общем, время расходуем как экономно, скажем так. Едем и снимаем. Вот. Так что что-то еще хотела сказать. Сейчас вспомню, скажу тогда. Да. Ну вот. Пока на светофоре. Учусь я уже целую неделю. Скоро экзамены, зачеты. Ну, пока мне нравится. Пока забавно все это. Как-то необычно пять лет не сидеть за партой. Потом опять пойти, что-то какие-то тетрадки, что-то сидеть, учить, искать. Что-то как-то все необычно так. Ну, достаточно забавно и интересно. И, знаете, я задумывалась. Вчера сидела на лекции. У нас была история отечественного государства и права. Там мужчина очень интересно преподает. Я прямо сидела, я поняла, что насколько я редко вот так внимательно слушаю. То есть, насколько редко меня что-то, в принципе, интересует. И тут как бы меня прямо вообще-то... Сейчас меня подожмут. Ну вот. Что-то меня так редко много интересует. Короче, я сидела, короче, слушала его просто с открытым ртом. Потому что очень интересно он рассказывал. И прямо вот всю информацию в течение двух лекций, в течение двух пар я запомнила. Потому что она настолько интересная была. И я прямо сидела, как интересно. И то есть, ну вот, меня поразило, насколько у меня память, грубо говоря, как губка сейчас впитывает. Потому что, видимо, я так отдохнула от учебы. Ну, пять лет я фактически просто работала. Ну, как бы знания у меня появились. И как бы на этих знаниях я и работала все четыре года, четыре с половиной. А тут как бы вот какие-то вне работы новые знания. И прямо они так впитываются. И так хочется это все узнать. Интересно так. Так что, кто долго не учился, если у вас есть время, идите учитесь. Потому что мозг, видимо, он... Ему не хватает вот этой информации. И он прямо впитывает это все. Прямо вот жадно. Я так слушала. Мне прямо саму поразила своя реакция на все это действие. Потому что очень здорово, в общем. Не знаю, может быть, потом я буду проклинать, что я пошла. Потому что у меня не будет сил ни на что. Может, я еще что-нибудь устану там и надоест мне и все. Но пока мне все достаточно нравится. Вот, едем мы сейчас в торговый центр, в торговый комплекс Норд. Вот, попробуем там что-нибудь в Римгоше купить у Ольки. У меня день рождения, девятнадцатого. У нас как раз корпоратив девятнадцатого. Девятнадцатого у меня последний экзамен. Я надеюсь, что звезды сойдутся. Я успею на корпоратив. И сейчас я куплю то, что я хочу купить Ольке. Но много вариантов. Хочется все купить. Но, конечно, все невозможно купить. Потому что денег ни на что. Ну, на все это не хватит. Вот, надо было сейчас... А я не очень умею выбирать. Потому что, если есть там два варианта, что можно купить, я лучше куплю оба на последние деньги. Но я просто... Я не могу выбрать. Мне, если там... Особенно, если разные вещи, я не могу выбрать. Мне и та, и та нравится. У меня начинается истерика. И это вообще кошмар. Взрослый человек. Ну, вот я, видимо, сама по себе такая. Близняшка. И вот, наверное, вот эта близнецовость, она, наверное, влияет на это. Потому что, если выбрать между двух вещей, у меня начинается просто истерика и психоз. Я не могу выбрать. Просто абсолютно. Вот. И еще хочу сказать, кто едет на машинах, мойте машины. Потому что из-за того, что грязная машина, можно очень хорошо в кое-кого врезаться. Что я недавно чуть не сделала. Вот. Потому что тупо не видно людей. Особенно, когда темно. Так что, вот, берегите себя, мойте машины. И ездите аккуратно. Не так, как я. Не снимайте за рулем ничего. Вот. Ну, в общем, поехали. Может, сейчас покажу. Конечно, в магазинах, типа, нельзя снимать. Не разрешают. Ну, в общем, посмотрим, что из этого блога выйдет. Надеюсь, он получится. Надеюсь, вы будете довольны. Вот. Все. Мы подъезжаем на парковку. Будем сейчас тыкаться в парковке очень тесной. Все. Поехали дальше. Давайте пока мы стоим в пробке. Там вот такая пробка на выезд. Сейчас двинемся. Я покажу, чего купила немножко в Ревгоше. Хотя смысл двигаться не особо. Мы-то куда-то и уедем. Вечно я тут в Норде попа с парковкой. Ну, давайте. Я уже быстрее хочу показать. Что-то купила в Ревгоше. Сзади пакет у меня стоит с... С этим сейчас покажу. Вот тут у меня стоит пакет с этого, со спектра. Тоже всякие мелочи купила. В общем, часть подарков Ольке. Это шапка. Я надеюсь, она не будет смотреть. Я купила ей шапку. Потом себе купила там акция в Клорансе умывалку. Хотя я люблю свой пропеллер. Ой, как опасный чувак лезет. Ну, в общем, там за 600 рублей. Вместе там что-то полутора тысяч. Купила крем для глаз. Все-таки захотела попробовать Клорансовский. Крем для глаз. Для первых признаков морщин. Вот. Сейчас мы опять двинемся. Извините за такое, конечно. Я уже разучилась снимать влоги. Поэтому не обессудьте. Вот. Едем дальше. Так что Ольке купила такой вот набор для волос. Дальше. Дали мне в подарок, говорит, в Гоши браслет. Такой вот. В такой коробочке крутой. Сейчас я попробую его открыть. Как всегда. О! Открыла. Такой вот браслет. Он типа... Так, не падай. Типа он должен быть вокруг вот этого основания. В общем, какие-то ключики, наручники. Я думаю, что я такой носить не буду. Но далее и спасибо. Дальше купила такой небольшой наборчик. Кодолейшный крем для рук. И помаду. Там просто я смотрю, что подозрительные люди. Там стоит авария, что ли. В общем, взяла кучу журнальчиков всяких. Открыточки купила маме и Ольке. Так, опять дальше поехали. Стоим просто под наклоном, как с горы. Так, поехали дальше. Вот эту штуку купила для снятия лишнего маникюра, который мимо можно намазать. Дали мне кучу пробников. Диор. Диор. Какую-то вот эту тонну, как всегда, всяких ароматов. Также Ольке купила еще такой вот лачок яркий. Что-то я еще же там купила вроде. Да, оно спряталось. А нет, наверное, все. Да, это все, что я купила в Ревгоше. Вот, ну и мужа купила всякие свитерки в Золе. Не знаю, и на Новый год, и не на Новый год. На всякие, в общем, разные подарки, не подарки. Как захочу, так подарю. Вот, лишним не будет. Давайте сейчас себя покажу, замучу. Так, мы двинулись. Нам надо как-то перегородить движение, конечно же. Ой, ненавижу эту парковку в Норде. Ее сделали платной. И теперь тут все в шлагбаумах. Фиг выйдешь, фиг заедешь. Не обращайте внимания, я жутко лохматый, жутко какой-то непричесанный. Вот. Сейчас надо еще заехать. Я думаю, в Улыбку Радуги. Слова уже путаются. Вот. Что-нибудь тоже по мелочи еще. Мужчинам на работе купить. Такое. Я даже не знаю, что мужикам дарить. Потому что, ну, знаете, на работе, вот, ну, как бы, носки не подаришь мужику, да. Своему, может, и подаришь, а на работе не подаришь. Ну, какой-нибудь наборчик, может, для бритья, как всегда. Ну, вот. Потому что я даже вот не знаю, что еще им дарить. Таким вот, не своим мужчинам-то. Парфюмы тоже так специфичным дарить. Вот. Вот. Потом нам надо поехать еще. Сейчас я достану ручку. У нас ручка у двери раскололась. Я ее ношу в кармане. Вот. Половинка ручки осталась. Надо заехать в строитель, купить ручку. И в Сбербанк еще оплатить. Картплату. Вот. Такой вот у нас насыщенный день. Не знаю, что из этого получится. Смонтирую, не смонтирую. В общем, сейчас, наверное, зелененький загорится. Поедем. Поедем дальше. Какая-то ужасная авария у нас тут. На культуру. Совершенно вообще на пустом месте. Я проехала уже фуру. И тут вот еще куча машин. Какой-то полный вообще пипец. Я въехала в эту пробку и думаю, тут не должно быть пробки. Тут ни из-за чего. Даже из-за светофора она не бывает. Тут нормально все. В общем, ребята, естите осторожнее. Вон там. Врезался он в этот. А этот в этот. Хотел пальцем показывать. В общем, все друг в дружку. Доминошка получилась какая-то. Просто ужас. Все носятся уже. Начинают носиться перед новогодними этими. Ну, чувак, ну пусти ты меня. Противный. Ладно, все, милиция. Так, давайте покажу вам, что я купила. Извините, что на улице уж мало влога было. Потому что в магазинах, по сути, снимать никак не снять. В общем, куча вот такая вот огромная пакетов. Кстати, вон там столик стоит. Вот. Ну, у меня все достаточно по-простому. Поэтому вот так вот мы делаем. Вот. Каких-то всяких брошюрок надавали. Чекер. Это я вам показала в машине. Давайте еще раз покажу. Взяла кучу журнальчиков ревгошевских. Посмотреть, почитать. Чего есть что. Маме открыточку. Я не фанат супероткрыток. Но маме я всегда открытки дарю. И вот Ольке решила купить. Она мне не сестра. Но она мне как сестра. Поэтому я купила открытку моей сестре. Вот. Так. Клоранс пробничков кучу дали. Кучу две штуки. Парфюмчик. Все-таки, ну, просто посмотреть. Мисс Тиор. Такой вот. Сейчас ревгоша, он по 400 рублей. Ну, там 359, что ли, как-то так. Мне нравится. Я когда-то давно покупала. Гигиеничка у меня до сих пор. Я ее на ночь иногда губом мажу. Вот. Днем я не хожу с ней. Но вот на ночь у меня она стоит. Так. Это все я показывала. И вот умывалка Клоранс. Сейчас я вам открою ее. Такая вот туба. Она с хлопком. Что-то там. Как всегда по-русски ничего не написано. Наверное, внутри написано. Для такой комбинированной кожи. Т-зона жирненькая у меня немножко. Небольшой такой, что-то типа геля, крема, превращающийся в пену. И вот такой вот для глаз. Бальзамчик взяла. Там есть три разных для уже таких жестких морщин. Ну, там антивозрастная серия отдельная. Но для таких вот прям уже морщин-морщин это другой. Потом есть гель такой спокойный, нейтральный для убирания кругов. Там и всяких этих под глазами. А этот и убирает, и морщинки, и все. В общем, я надеюсь. Я давно его хотела купить. Еще думала между Шоссейда и им. Но вот взяла в итоге все-таки попробовала. Попробовать его. Потому что у меня на левом глазу очень сильные морщины появились. Не знаю. Может быть, это недостаток влаги. Еще чего-то. Но очень мне не нравится. Давайте браслетик рассмотрим близко. Потому что я его сама только так мельком увидела. Что это такое-то? Какие-то цепи, кольца. Господи. Бриллиант нацепили. Бриллиант. Ключик. Самочек. Холодная адская штука. И тяжелая. Не мое. Но вот упаковочка красивая. Если бы не Ревгош, можно было бы что-нибудь кому-нибудь в ней загнать. И еще, кстати, вот этот крем хороший для лица. Он такой жирненький. Синенький у меня был. Это Ольки. Не знаю, хороший-нехороший. Но, в общем, для волос мне понравилось там описание. Джон Фрида. Вот так. Это одно. Потом... Ну, я не знаю. Показывать вам. Потому что я в доле. Я два свитерка такой бежевый. И типа пловерки. Взяла мужу. А потом... А, вот шапку. Которую я Ольке купила. Не знаю. Мне она так понравилась. Я даже себе захотела. Единственное, я вот эту штуку бы отпорола. Потому что она прям на лбу. А так такая там внутри флисовая. Чтобы лоб не кололо там ничего. И сзади вот такая вот тут она такая такими... Не знаю, бабочками-бантиками. А сзади вот так вот она загнута. У нее наподобие шапка есть. Но она ее искусственно так загибает. А тут она уже пришита. В общем, не знаю. Хочу я, чтобы она ходила в нормальной шапке. А то у нее не нравится какая шапка расцветкой. Вот. Дальше. Мне понравились такие пакетики. Причем они были самые дешевые. По 25 рублей. По-моему, конечно, пипец. Очень все дорого. Но мне понравилось. Потому что остальные по 40, по 50 рублей. Такие, знаете, глянцевые. Которые, ну, обычные совершенно. А вот эти типа такая вот какая-то картонка, не картонка. Очень мне понравились такие вот подарочные пакетики. Очень стильные, мне кажется. Купила несколько. Половину у меня барахла есть. Я как бы из предыдущих буду дарить. Ручку. Я купила ручку. Посмотрите. Кстати, у кого такие ручки. У меня деревянная дверь входная. У кого такие ручки. Вот сказали, десятки уже нет. Есть только восьмерки. Так что придется вот этот болт вытаскивать. Я думала, куплю только сами вот эти наконечники, сами ручки и накручу на болт. Ага. Не тут-то было. Не все так просто. И я зафанатела. Я зарекалась в этом году не покупать никаких символов года. Это бред. Он стоит, никому не нужен. У меня они стоят тоже там на всяких полочках. Эти многочисленные олени. Ой, не олени, а лошади, змеи. Еще кто-то там. Но я не смогла пройти мимо вот этих таких вот овечек. Они такие мягенькие, заразы. Зачем они их сделали? Я просто не смогла. И они причем везде поголовно. В спектре, вот в улыбке радуги. Они везде. Только тут вот они маленькие. И они такие приятные. Ватой какой-то отделаны. Такие вот овечки замечательные. Еще вот такие купила, потому что там больше вот таких не было. Там я только пять штук взяла. Остальное расколотая была. И такие забавные. Такие хорошенькие. Я не знаю. Я фанат вот этих. Но зарекалась в этом году. Думаю, господи. Они вот эти, причем не очень дорогие. 50 рублей стоят. Обычно такие штуки очень дорогие. Ну вот. Не знаю. Я, по крайней мере, натыкаюсь. Они керамические. Такие, не знаю. Больше морда обезьяны. Но вот меня завлекло то, что она такая мягкая. Просто обалденная. В общем, конечно, они все не идеальные. Там где-то что-то отколото. Но они в целости никогда в жизни не найдешь. Но она стоит, не видно. Такие хорошенькие. Я себе одну оставлю. Вот такую вот. А еще я купила две большие. Две большие я подарю. Во. Овца. Хотя она бирюзовой козы и бирюзовой овцы. Я не знаю. Но, в общем, какой-то овца, коза. В общем, для меня все на одно лицо. Поэтому у меня будет символ года овца. Надеюсь, он не будет как-то влиять. Название. Это, в общем, опять я затягиваю. Дальше. Наборчики всякие. Фо мэн, фо вумэн, фо чилдрен. Всякие такие. Я обычный совершенно человек. Поэтому вы не думайте, что у меня не будет какого-то гламура. В общем, такие вот обычные наборчики. Ну, всегда, по сути, это нужно. Ну, по-другому. Ну, мужикам, левым, как бы, грубо говоря, не своим. Там, на работе еще кому-то дарить. Не знаю, у меня так прут. Да. Вот, дарить я не знаю, что. Потом вот таком, кстати, наборчик такой они раздарили. Вот, из нескольких из двух мыла. Вот, я просто все использовала, потому что мыло летит вообще. И это, мне кажется, подарки самые лучшие. Вот, если так вот не заказываешь у человека что-то там, допустим, у родного, да, а просто со стороны тебе кто-то что-то дарит. Вот, это, мне кажется, вообще самый лучший вариант, что это всегда нужно и вечно кончается. Закончилась, ходила, просто прыгала через лужи, летала, потому что не было. У меня вся обувь замшевая, я фанат замши. Не было пропитки. Кто думает, что пропитка вот эта от влаги, это фигня, не думайте так. То есть она отталкивает и грязь, и воду. Если вот вы хорошо обработаете правильно, как она написана на упаковке, и потом там, ну, минут через час где-то выйдете на улицу, вступите там в лужу, у вас просто капли воды, они не впитаются, они останутся на обуви, вам стоит топнуть, и они все скатятся. Поэтому офигенная штука. У меня всегда она есть, потому что у меня вся обувь замшевая. Дальше такой наборчик. Ну, не знаю, сужу по себе, наверное, потому что мне это все всегда надо. Пантин, не знаю, захотелось не изменить запах волос, с этой чистой линией на понтиновский. Я обожаю запах понтиновского шампуня. Потом такой вот увлажняющий крем для рук. Натура Сибирика двоякая такая марка, кажется. Ну, мне понравится упаковка и название всего этого дела. Я надеюсь, что тому, кому он будет дарить, тоже понравится. Тоже на работе женщина, все время у нее кончается вот этот лак. Именно я купила ее, чтобы порадовать. Такая овца на этот магнит. Овца, коза, одна фигня. Ой, такой вот мылом я пользуюсь таким. Потом все-таки взяла бальзам. Лак тоже в подарок. Мама у меня попросила такой набор. Ну, конечно, я еще что-то куплю, но пока что она попросила. Говорит, купи мне, у меня нет такой пилки. Ножницы тупые, я не знаю, что делать. Ну и, в общем, такие вот еще бешеный снеговик и горящие шарики. Вот, такая вот куча малащиц я буду разбирать по пакетикам, рассовывать. И еще хотела показать, что я купила... Я вообще в последнее время ничего не покупаю, что у меня финансы поют романцы. Я коплю на учебу на следующий семестр. Купила такие, в общем, реснички, типа из натуральных волос человеческих, продезинфицированных. На корпорат буду клеить, хлопать ресницами и залетать. И еще корпорат у нас 19-го. Вот. И еще вот такой вот я купила костюмчик. Но, конечно, это надо на себе показывать. Это кофта с баской. И там идут обычные прямые брюки. Вот они внизу висят. И все это завязывается вот на этой линии. Таким вот пояском. Очень мне нравится. Но за счет того, что ткань такая шерстяная, она колется. И это адски ужасно. Если на тело еще можно надеть маечку, то сейчас вот, по крайней мере, если одевать, он и так теплый. Колготки под него не оденешь вообще. Да и если оденешь, они будут кукожиться. То есть это вообще не вариант. Понравился мне костюмчик, но какой-то он очень колючий и такой большеватый за счет этого кажется. Ну, прикольно. Вот. Не знаю, насколько вам все это понравится. Как всегда затянуло, как всегда заболтало. Вот. Что-то еще хотела показать. Ну, так вроде все. Все. Всем спасибо за внимание. Бегайте. Пока еще есть время за подарками, потому что за неделю до Нового года будет просто убийство в магазинах. Поэтому я взяла силу воли в руку и пошла купила сейчас все вот это. Осталось только маме еще подарок придумать. Она говорит, не дари мне ничего, не трать деньги. Ну, как я могу ей ничего не подарить? Всем купила, а ей не подарю. Ну, что за бред? Конечно, подарю. Вот. Надо придумать, что ей подарить. Хочу сумку с поцелуйчиками, закрывашечкой. Она просто любит их. Но я нигде не могу найти приличную. Их очень мало с поцелуйчиками. Тут пока единственная идея. В общем, ладно. Все. Удачных всем покупок. Удачных всем таких вот бле-бле-бле-бец. И всем пока-пока. Ну, вот. Все. Рассортировала. Решила снять вам. Такое вот небольшое количество подарочков. Ну, и еще вот маме осталось. И Филу еще осталось. Мужу. Вот. Но я его упакую в коробку, наверное. Его. Вот. Такое вот. Получился влог. Попрощалась уже и опять к вам вернулась. В общем, вот. Ну, все. Теперь все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.